Красно-белая гамма – звезды в сочетании со снежинками. Такова новогодняя концепция уличного украшения городских объектов. Главная тема – 70-летие окончания Великой Отечественной. Именно поэтому в украшении должны присутствовать красные звезды, как символ победы, или светодиоды, которые будут имитировать салют. Этими же элементами город украсит к 9 мая. Мы добавляем к постоянным снежинкам, которые из года в год, добавляем звезды красные, добавляем имитацию салюта, чтобы эти украшения продолжались в праздниках победы. То есть это будет в течение всего года, вот эта тема 70-летия праздника победы. Еще одна задача – больше света. Неоновые гирлянды, светодиодные шнуры – все это делает город ярче в вечернее время. Светящиеся элементы можно размещать как на самих зданиях, так и на прилегающей территории. При желании предприниматели гирляндами могут украсить и деревья, растущие возле их объектов. А еще больше разного рода праздничных элементов – еловых веток, ярких шаров и прочие новогодние атрибутики. И никакой мишуры. Все это специальная комиссия будет оценивать в рамках конкурса на лучшее оформление городских объектов. Многие предприниматели к задаче подошли творчески, но замечания все-таки есть. Звездочки на окнах, на витринах, бегущий свет в витринах, елочка стоит. Не хватает здесь подсветки прилегающей территории. Подсвечена территория – это еще баллы для определения победителя. В городе должна царить новогодняя атмосфера. Благодаря украшению городских улиц за две недели до празднования главного праздника ее уже ощущают жители и гости Сочи. Конечно, да. Все ассоциируется с Новым годом. Мне нравится оформление города, новогоднее оформление магазинов. Вот эти фонарики на деревьях. Очень красиво. Вокруг домов елки стоят наряженные. Очень красиво. Тех предпринимателей, которые украсят свои объекты лучше всех, специальная комиссия отметит в разных номинациях. Назовут и аутсайдеров новогоднего конкурса. Итоги подведут в последние дни 2014 года. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».